Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Валерий Буфсыновский. Всегда приятно рассказать, когда люди становятся программистами. Я ведь знаю, что очень много новичков задают вопрос, в первую очередь себе, вот как стать программистом, как становятся программистами. Время от времени я рассказываю об этом. Сегодня мы поговорим о Игоре Лисицыне. Вот наша последняя переписка была перед Новым годом. И вот интересно. Игорь пишет. По программе, что написал по ходу дела, разбирал архив фоток с телефона, сохраненный ими тип JPG, возникла идея. Не может быть, чтобы в телефотографии не было полез внутрь файлов. Есть время съемка, координаты. Осталось только преобразовать координаты. Иными словами, и показывает то, что получилось. То есть, рождаются программы, да, начинают рождаться программы. Программы рождаются, по сути дела, именно так, по ходу дела. Что мне понравилось? Вижу, что использует уже JSON. Вижу, что хорошо продумано название функций. Программу он писал для себя, поэтому я понял, с путями не заморачивался. Вопрос, как к этому приходят вообще? Ребят, ну, ответу вы удивитесь. Я всегда говорю только одну фразу. Не оставлять. Всего лишь. Не оставлять. Получится у всех. Теперь смотрим дальше. Смотрите. Вот честно, интересно, но погряз. Просто я его приглашал в группу Джанго. Погряз связки Kotlin плюс Android и понеслась. Смотрите. Два языка, да, уже получается. Два языка. Пишут на двух языках. Это нормально. Вот это нормально. Я дам ссылку на репозиторий Игоря. Вы знаете, что, возможно, возникают какие-то вот ассоциации, да, вот, когда, возможно, это видео смотрит кто-то из новеньких, который пытается учить языки. Ребят, нужна система. Система. Это первое. Второй момент. Всегда надо учить несколько языков. Я в школе всегда этому учу. Только так будет результат. Но, конечно, приятно всегда осознавать, что ты чуть-чуть где-то помог человеку встать на этот путь. Это приятно. Но на самом деле большую часть работы делает сам человек. То есть в данном случае сам Игорь. Что он делал? Ответ прост. Занимался по системе. Я помню, вы знаете, вот когда вот наблюдаешь, наблюдаешь вообще за людьми, все равно откладывается. То есть постоянно старался что-то писать. Вот то, что ему дала школа, когда вообще он пришел, Игорь, это было просто пришел человек с кашей в голове. Школа, скорее всего, ему помогла как-то научиться средотачиваться, выделять. По сути дела, если спросить, что все было гладко, все получилось. Нет, я вам дам несколько видео. Когда-то я писал Игоре Мурат Сергей. То есть у него была, допустим, такая вещь у Игоря. Он сначала не мог никак понять, как сосредоточиться на мелочах. Потом научился. И шаг за шагом, шаг за шагом потихонечку начал писать. Так вот этот момент, я всегда говорю, вот такой момент есть, да, когда человек приходит с нуля, а потом вдруг начинает писать. Это не вдруг. Нужна система. Ребята, нужно не оставлять. Потому что язык сам по себе, он откладывается и прорастает. Не все бывает быстро. Не все бывает быстро. Но есть точный момент. Вот вы знаете, я занимаюсь обучением уже давно очень. Язык я начал, первый выучил еще в 2009 году, а с 2013 года. И вот за эти все время я всегда держу ключевую мысль. Ведь самое основное, что сделать? Помочь человеку. Идти самостоятельно. Вот сегодня видно, что Игорь шагает самостоятельно. Он четко понимает, куда он движется, зачем он движется. И самое главное, пишет на нескольких языках. Вот это и есть результат. Вот это и есть результат. Под видео будет ссылка на страницу, где будет описание программы. И, значит, на репозитории. И вот это описание, что он описал функции программы. Попробуйте улучшить эту программу. Попробуйте добавить какие-то функции. Я думаю, что Игорь не против, потому что, так как публичный репозиторий. Попробуйте, то есть возьмите с этого. Когда-то я давал Kotlin, прекрасный язык. Просто там видеофлэш. Сейчас Kotlin уже в этой школе идет вместе со всеми языками spb.retu.ru. Но не будем отвлекаться от Игоря. Обратите внимание, появился технический язык. Когда приходит вообще всегда новичок, никакого технического языка то нет. Появилось структурное мышление. Это все появляется со временем. Если не оставлять. Еще один вопрос хотел бы такой сказать, который, скорее всего, интересует новичков. Ребят, не ждите, вот как в программировании будет так. Вот ты решил, через три недели я стану программистом. Прошло три недели, бах, ты с утра просыпаешься, и у тебя, ты уже программист. Нет, ребят, так не бывает. Сказать, что это очень тяжелый труд, опять, нельзя сказать. По одной простой причине, что когда это интересно, это не тяжело. Наблюдая вообще за Игорем, я скажу так, попроще. Сначала просто человек делал уроки, ему было интересно. Сначала это, скорее всего, воспринималось как нечто новое. Я вам говорил ранее, что вот когда он пришел, у него была каша в голове. То есть, какие-то знания были, но, как правило, это была каша. Что он сделал правильно? Он начал изучать несколько языков. Это первое правило успешного программиста. Зачем это нужно вообще? На самом деле, на самом деле, все подобные языки в своей основе содержат функции, либо методы в классах, которые работают по принципам тех же функций. То есть, в основе лежит метод, либо функция. Если человек пишет функцию на одном языке, он ее легко напишет на другом языке. Просто надо разбираться не с конкретным языком, а о том, как работают функции. Я это все рассказываю в школе сейчас, поэтому сейчас не буду отвлекаться. Сама система работы сейчас вообще, и уже, наверное, с 2017 года, это изучение нескольких языков, плюс практическая разработка джанга в работе с документацией. Следующий момент. Постоянно учился работать с документацией. Следующий момент. То, что есть система работы с кодом. То есть, учился постоянно описывать. Не просто проделывал уроки, старался описать. Все шло постепенно. Сначала работал с типами, сначала было что-то сложно. Потом, я помню тот момент, когда вот это, какой год я сейчас скажу. А это 20-й год еще. Май 20-го года было. Разобрался с типами, разобрался с функциями. Для новичков, возможно, сейчас это будет звучать довольно сложно. Но, начал тупить, допустим, с мелочами. То есть, дам эти три видео. Вот этот момент, кстати, и вот эти ошибки, которые Игорь исправил, они ему, я думаю, что очень помогли. Почему? Потому что большинство разработчиков не обращают внимания на мелочи. А мы как раз там обсуждали. Это было как раз по Котлину. Но в любом случае, выходит, чтобы объяснить попроще, да, выходит одно. Не оставлять и заниматься по системе. По сути дела, два одинаковых правила. Как я сказал, система всегда должна программированием начинаться с нескольких языков. Потому что именно тогда идет отслоение. Вот пример привести. Когда, с одной стороны, человек изучает один язык. Иными словами, что он пытается? Когда он пытается запомнить язык, он выучил, допустим, есть марка автомобиля. Пусть это будет Volkswagen, там, бензиновый. И у него есть свечи. Это то же самое изучение одного языка. Потом начинает человек запоминать вторую машину. Там, Мазду, третью, четвертую. И вот те, которые там имеют свечи. Не проще ли, ребят, просто понять, если заливается бензин, то точно будут свечи. Вот это и есть основное правило. Когда человек начинает изучать несколько языков, у него начинают отслаиваться принципы программирования, присущие всем языкам. А в сухом остатке остается только реализация. Реализация. Например, все функции имеют параметры. То есть то, что в скобочках функции. Вопрос в том, что они по-разному реализованы. Но разобраться, какие параметры, это совершенно уже просто. У Игоря началась просто обычная повседневная жизнь программиста. Новички, которые смотрят это видео, у вас есть начало, та точка, где вы сейчас находитесь. И вы смотрите это видео и смотрите, допустим, этот же код. Код красивый, приятный, читаемый, продуманный. Вы смотрите код. Вот это вроде бы как пропасть. Нет, ребята, это не пропасть. Я сказал всего лишь две вещи, которые нужны человеку. Это система и не оставлять. Это я говорил уже несколько раз, чтобы услышали. То, что Игорь пришел к тому моменту, то есть когда человек начинает писать код. Ребят, человек, понимаете, человек, который будет изучать только один язык, он намного позже начнет писать на самом деле. И будет меньше понимать. Человек, который начинает изучать несколько языков, пишет намного быстрее и на разных языках. И при этом для него без разницы, на каком языке писать. Ведь размышления методами, они на всех языках одинаковые. Мы, знаете, что сделаем? Мы попросим еще Игоря самого после этого видео рассказать немножко, вот как он занимался. Как он на сегодняшний день видит вот тот промежуток времени от начала до момента, когда ты начинаешь просто писать уже программы. И программы будут становиться все сложнее, 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 но это будет просто нормально, как дышать, да? Допустим, новички будут смотреть на этот код, и для них это будет совсем непонятно, для них это будет казаться на уровне фантастики. Нет здесь никакой фантастики. Сколько людей я видел, которые приходили в школе и писали там, для меня, допустим, Убунту было собрать как космический корабль несколько месяцев назад, сегодня вот это. Ранее Игорь мне присылал свои первые программы на Котлин. Я всегда говорю так, спасибо огромное, что у вас получается. Также я заметил такие вещи, которые зачастую довольно трудно донести. У Игоря такая черта есть покопаться. И вот он начал применять практически систему работы с кодом. Иными словами, то, что я всегда пытаюсь донести, что если есть система работы с кодом, то толк будет. Почему? Потому что появляется сама система. То есть, если есть система, есть от чего оттолкнуться, то обязательно будет осмысление. Если нет системы, то не будет никакого осмысления, всегда будет каша. Потому что сам путь программиста от новичка до момента написания программ всегда проходит несколько этапов. И если вот, допустим, новичок смотрит и думает, вот Игорь сел, и у него сразу получилось. Нет, не сразу получилось. Я это уже говорил, но повторю, потому что это требует повторения. Первое, что ему было интересно, и сейчас интересно. Он не оставлял. Второе. Тем не менее, в процессе, вот я здесь когда-то говорил в видео, были моменты, которые очень сильно тормозят. Тормозят большинство людей, которые хотят стать программистами. В чем эта концепция заключается? Концепция заключается в том, что человек понимает суть, да, допустим, разобрал, что такое классы. А как они работают, разобраться не может или не нужно, в принципе, оставляет это. И в данном случае такая ошибка была и у Игоря, я скажу. И тогда, в принципе, это было, по-моему, по классам Котлина, я тогда писал видео, что там инициализация идет через init. Иными словами, как это выглядит на практике, например. Вот у нас есть, пусть это будет класс, это какое-то понимание, да, в большинстве своем люди как делают? Они понимают сам принцип. А составные части, если взять, да, они имеют самое основное. В данном случае это код Котлин, да, например, инициализация, да, в классах. Так вот, ошибка в том, но Игорь ее быстро исправил и взял систему работы с кодом в полный оборот. При этом, вы знаете, как-то у него получилось это совершенно естественно. То есть, то, что и должно происходить у программиста. А когда он описывал, я помню, тоже блок init, он описывал просто как какой-то объект, но не связанный с классом, да, не связанный с классом, не было, чувствовалось, что не было связи. Это сразу было видно. И эту ошибку делает очень большое количество начинающих программистов. То есть, большое видит, потом получается, вот эта вся вещь у них начинает делиться на несколько частей. И, по сути дела, что происходит? Происходит следующее. Происходит то, что вот эти все части, если взять, допустим, по аналогии вот с кодом, да, сам класс, параметры, дальше init, первый, второй блок инициализации и так далее. То получается, в принципе, целое понимаем, а общие конкретные связи не понимаем. И самое плохое, что не пытаемся не то, что понять, а не пытаемся установить эту связь. И получается так во всех вопросах. Вот Игорь вот это убрал вот эту мелочь, то есть, начал разбираться в мелочах. И тогда, в принципе, пошло-поехало капитально, я думаю. Дальше это привело к работе с документацией нормальной. То есть, все стало становиться на места. Иными словами, он начал правильно применять систему работы с кодом. Что такое система работы с кодом? Вы знаете, когда мы открываем код, если... Если мы открываем код месяц, два, три, четыре, и при этом у нас четкое ощущение, что знакомого кода у нас мало, а незнакомого столько, сколько было месяц и два назад. Это значит, ваша система кодом именно такая. И скорее всего, она такая. А это потом, а оно работает, ладно. И понятно, что человек будет стоять на месте. Дальше появляется то, что мы приходим к тому, что писать не можем. Код вроде понимаем, писать не можем. Дальше, что мы не умеем работать с документацией, потому что мы не понимаем, и мы ее боимся. Это само собой. Если человек не работает с документацией, то ничего не будет. Он ее обходит стороной. Проще в Google полезть. Так вот, Игорь вот этот момент очень четко уловил. Он понял, что мелочи имеют первостепенное значение. На самом деле, все это можно сказать другими словами. В любом языке программирования основных конструкций не так много. И когда мы начинаем разбираться досконально, системно, то их становится все меньше, меньше, меньше. А код для нас становится читаемый, читаемый, читаемый. Ну, что можно сказать? Спасибо, Игорь, что у вас получается. Это здорово. Это классно. Это хороший пример. Мне всегда нравятся слова по ходу дела. Ну, в основном люди так и пишут. По ходу дела написал то, по ходу дела написал то, там понадобилось то. Вот это и есть нормальная жизнь программиста. Когда понадобилось, написал. Вот и все. То, о чем я говорил, я сейчас не буду это говорить. Я приложу инструкцию, кто хочет, почитает. И о системе работы с кодом. То есть, почитает, чтобы понять это все, пропустить через свой опыт. Ну, а ребятам домашнее задание. Попробуйте расширить программу. Сделать что-то. Ну, в общем, расширить. Это вам будет интересно. Я думаю. Описание будет на странице. В описании, то есть, что делает эта программа. Что обозначает, то есть, технически, что делают методы. То есть, функции в данном случае. Например, здесь можно попробовать преобразовать всю программу в класс. Или в несколько классов. Ну, то есть, можно. Интересно поработать. Ну, а Игорь, вам я скажу, пусть это будет опять нулевая точка. Пусть это будет нулевая точка. И мы будем ждать новых программ, новых результатов. Это безумно интересных программ. Ну, а закончу тем. Ребят, те, кто все-таки решил посмотреть это видео, те, кто в начале пути программирования, все у вас получится. Это 100%. Возьмите два правила первоначальных, самых простых. Начать с нескольких языков и не оставлять. Заниматься по системе. Потому что, если брать начало, когда ты решил стать программистом, и момент, когда ты уже начинаешь писать код, когда ты начинаешь размышлять кодом, размышлять над логикой программы, на самом деле это не то, что разрыв. Это просто путь, который надо пройти. Существенно ускорит его, как я сказал, система работы с кодом правильная. То есть, если она у вас будет, и вы над ней будете работать, потому что у Игоря это вот именно получилось. Он начал разбираться в мелочах и делать это ежедневно. И после этого пошло при этом и пришел к нормальному результату, как и должно быть. То есть, человек, Игорь, да, начал писать на нескольких языках. Это нормально. По сути дела, он откроет, я уверен, что, допустим, тот же JavaScript и будет на нем писать. И на любом другом языке, который ему понравится. В данном случае, я вижу, на Python что-то пишет и ушел в разработку Android и Kotlin. Спасибо, Игорь, что у вас получается. У меня все.